Это программа День Столка. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Сутки без тепла и воды в 30-ти градусный мороз. Жители Ярового своими силами устраняют последствия крупной аварии. Обыски и полтора года постоянного стресса. Апелляция отменила обвинительный приговор по делу отстраненного главреда Каменских известий. С чего началась скандальная история? Так рождаются новые звезды футбола. Кто и зачем устраивает бесплатные тренировки в барнаульских школах? Жители частного сектора в Яровом в сильный мороз в сутки оставались без воды. А главное – отопление. Причина – порыв на одной из городских теплосетей. По словам людей, они обращались в службу экстренной помощи 112, звонили коммунальщикам, но помощи так и не дождались и были вынуждены собственными силами устранять порыв. Яровчане рассказывают, что порыв трубы случился накануне, 15 февраля. Без воды и отопления остались 9 частных домов, в которых в общей сложности проживает порядка 40 человек, в том числе пожилые люди и маленькие дети. После ЧП жители сразу начали обращаться к коммунальщикам, которые предложили им написать заявление на выдачу тепловых пушек и дожидаться устранения порыва. Но затянулось это на долгие часы, говорят люди. И чтобы не допустить замерзания системы отопления, жители собственными силами начали устранять коммунальную аварию. По словам людей, тепло в итоге вернулось в дома. И когда они об этом сообщили коммунальщикам, те их поблагодарили за проделанную работу. А тем временем морозы не собираются отступать. В краю в ближайшие выходные температура ночью будет опускаться до минус 39 градусов. На большей части края 17 февраля ожидается небольшой снег, местами переходящий в метели. Чуть потеплеет в воскресенье. Днем будет от минус 16 до минус 21 градуса. А вот новая неделя вновь стартует с крепких морозов. К другой теме. Жильцов треснувшего дома в центре Барнаула не устроили предложенной компенсации. Напомним, в январе этого года из двухэтажки на партизанской 70Б экстренно вывели людей. Из-за серьезных трещин на доме ввели режим повышенной готовности. Причина появления трещин – строительство высотки по соседству. Следователи организовали проверку по данному факту, а специализированная комиссия провела оценку имущества. Собственникам двухкомнатных квартир предложили 120 тысяч за квадратный метр. Владельцам трехкомнатной квартиры – 103 тысячи. Бывших жильцов аварийного дома категорически не устроила сумма компенсации. В частности, они отметили тот факт, что при оценке комиссия не учла стоимость земли и общедомового имущества. Собственники квартир добавили, что предложенных денег им едва хватит на покупку квартиры в Хрущевке. Сейчас жильцы ждут другого предложения, надеются на компенсацию в 160 тысяч рублей за квадратный метр. Участников СВО в Алтайском крае реабилитируют при помощи виртуальной реальности и биологической обратной связи. Глава региона сегодня посетил краевой госпиталь ветеранов, пообщался с военнослужащими и проконтролировал оснащение новым медицинским оборудованием. Подробнее о реабилитации участников боевых действий расскажет Валентина Аскерова. Для реабилитации пациентов, для крупной мелкой моторики. Восстанавливают руки и ноги участники СВО, в том числе пациенты с миновзрывным ранением, проходят реабилитацию на высокотехнологичном оборудовании в Алтайском госпитале ветеранов. Улучшает координацию, стимулирует различные нервные окончания. Оборудование направлено на нейропсихологическую реабилитацию, оборудование направлено на физическую реабилитацию, на восстановление утраченных функций конечности. И оборудование физиотерапевтическое, которое также будет работать в комплексе с аппаратами физической реабилитации. Занятие на тренажере длится 20 минут. Обязательный курс не меньше 10 сеансов. У меня больше использовалась физиотерапия, плюс физические тоже были. У меня больше кардио, так как у меня спина, я больше на кардио, велосипеды, вот эти все. Плюс еще тоже были упражнения физические, растяжки, все вот эти. Что-то улучшение? Да, конечно, я уже к выписке все, все отлично себя чувствовал. Часть медицинских приборов приобретена на средства краевого бюджета. В мае прошлого года губернатор выделил почти 7 миллионов рублей на реабилитацию пациентов. И сегодня в ходе рабочей поездки глава региона оценил уровень оснащения госпиталя. Мы выбрали то, что используется то оборудование, которое в госпиталях федеральных центров. Мы уже равнялись на них, смотрели, поскольку у них большой опыт и большие наработки. С учетом этого мы вот и как бы отобрали для себя, для закупа. Мы технически переоруживаемся. Планируем расширять или достаточно того персонала? Ну вот на сегодняшний день пока достаточно. Мы вот дополнительно в связи с открытием нашего отделения реабилитации, мы приняли вот врача по лечебной физкультуре, мы приняли инструктор по ЛФК, реабилитолог. До конца года в стенах учреждения появится несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. На это выделено свыше 30 миллионов рублей в рамках федеральной программы. Добавим, что в госпитале ежегодно проходит лечение больше 6 тысяч ветеранов. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Двум подросткам грозит до пяти лет лишения свободы. 10 февраля молодые ребята из Староалейского слепили из снега фаллический символ на аллее мемориалы славы погибшим в Великой Отечественной войне. Подростки 14 и 16 лет сфотографировали фигуру, а после разослали ее по разным чатам. И хотя сообщения чуть позже они удалили, сотрудники полиции школьников задержали. На родителей подростков уже составили административные протоколы. Реальный срок грозит самим школьникам. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». К другой теме. Редакция нашего телеканала взяла интервью у отстраненного главреда «Каменских известий» Алексея Уфимцева. Ранее мужчине вынесли обвинительный приговор по уголовному делу, присвоение или растрата, совершенные в крупном размере с использованием своего служебного положения. Однако история обрела новый поворот. Апелляция отменила этот обвинительный приговор. Подробнее в материале Данила Кузнецова. Алтайский краевый суд отменил обвинительный приговор бывшему главному редактору «Каменских известий» Алексею Уфимцеву. Ранее Каменский городской суд приговорил журналиста к 3,5 годам принудительных работ по статье о присвоении и растрате крупной суммы денег с использованием служебного положения. О приговоре стало известно осенью 2022-го, когда в редакции прошли обыски, а самого журналиста сняли с должности главного редактора. Алексей и его коллеги считают, что это дело мотивировано критическими публикациями, в особенности про детский буллинг в «Камне на оби». Ну, нельзя натянуть сову на глобус. Кстати, эту фразу я использовал в последнем своем слове и в прениях. И, как говорил Козьма Прудков, ну, впихнуть невпихуемое, ну, никак нельзя, поскольку, ну, нет фактов и нет доказательств. Однако в «Камне на оби» ему все же вынесли обвинительный приговор. А в ноябре прошлого года уфимцев подал жалобу в Краевой суд, где с заключением коллег из района судьи не согласились. Трактовка «Неправильное применение уголовного закона» она, в принципе, говорит сама за себя. То есть апелляционный суд отменили сам приговор по этой трактовке, что случается крайне редко. То есть они не уменьшили санкции, не переквалифицировали во что-то другое. Теперь дело вернули обратно в городской суд «Камня на оби». Рассматривать его будет новая комиссия. Тем временем, по словам Алексея, неофициально он остается главным редактором «Каменских известий». За один неполный год управления под руководством новой команды эффективных журналистов и менеджеров, пришедших к нам на смену, редакция сработала в убыток. Была потеряна полностью торговая сеть, которую мы выстраивали и выкупали у Роспечати. По сути, ушли все районные газеты, которые печатались в нашей типографии. Большая часть старой команды ушла после изначального приговора в знак солидарности. Журналисты основали собственный интернет-портал «Каменские новости». Сейчас проект входит в топ-13 СМИ региона по цитируемости по итогам 2023 года. А что касается дела против Алексея Уфимцева, мужчина не исключает, что обвинение еще захочет взять реванш. А значит, ставить точку в этом деле пока рано. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле сегодня прошло первое в этом году заседание Барнаульской городской думы. Два главных вопроса повестки – отчеты о преступности и финансам Краевой столицы. Подробнее об этих аспектах расскажем далее. Первое в 2024 году заседание Барнаульской думы началось с награждения Дмитрия Аганова. Медаль за укрепление боевого содружества он получил по приказу Сергея Шойгу. Депутат Гордумы регулярно оказывает гуманитарную помощь участникам СВО. Год назад бойцы пригласили его поработать на передовой. Моя военная профессия – это артиллерист. То есть для меня это было неожиданностью. Я в советское время проходил обучение в учебках и работу эту знал. Но я работал пятым номером в расчете, то есть готовил снаряды, взрыватели. Далее заседание прошло в обычном режиме. Главными вопросами повестки стали отчеты. В первую очередь о преступности. Она снизилась почти во всех районах Барнаула. Исключением стал индустриальный, где процент криминала из-за наплыва людей вырос почти на 5%. Из положительных моментов – тенденция на снижение преступлений против детей. Их число уменьшилось на 16%. Однако сами подростки стали себя вести хуже. Количество совершенных несовершеннолетними преступлений возросло на 31,5%. Число подростков, привлеченных в уголовную ответственность, увеличилось на 18%. Для решения сложившейся ситуации требуется обеспечить неурочную занятость, в первую очередь детей, словно к агрессии. Касательно доклада счетной палаты – все просто. Случаев нецелевого использования бюджета не найдено. Однако проблемы с финансовыми нарушениями имеются. 99% из них связаны с введением отчетности и осуществлением муниципальных закупок. Общая сумма вредных нарушений составила 1,52 млрд. рублей. Это меньше на 7% уровня 2022 года. Возвращение бюджета подлежит 352,6 тысяч рублей. Добавим, что очередное заседание Думы – 5 марта. На нем глава города представит отчет за 2023 год. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Около 50 операций каждый день проводят в крупнейшем медицинском учреждении региона – Краевой клинической больнице. Но ни одна из них невозможна без сотрудников, которые являются главным связующим звеном команды – операционных медсестер. Накануне они отмечали свой профессиональный праздник. О людях, которые каждый день совершают маленький подвиг – наш следующий сюжет. Если сердце каждой крупной больницы оперблок, то его душа – операционная медсестра. От нее зависит, насколько чисто, тихо и надежно будет там, где борются за жизнь. В работу операционной сестры входит подготовка операционной. Следит за вопросами асептики, вопросами антисептики, качественного подготовки хирургического инструмента. Кроме того, вы же сейчас знаете, что уже не зажим и скальпель в работе операционной сестры используются. Используется сложная технологическая аппаратура, эндоскопические стойки, нейронавигация. У Яны Печенниковой, как и у большинства операционных сестер, за смену по несколько операций. Нередко разного профиля. Гинекология, эндокринология, лор-патология. И везде нужно понимать тонкости хирургического процесса, знать инструментарий. Четко, слаженно и, что важно, без лишних движений работать в команде. Просто иногда, допустим, хирурги не могут поднять даже голову от раны. И ты должна уже знать, что ему нужно. Вот это опыт. Хирурги говорят, операционная сестра – наша правая рука. От нее, в том числе, напрямую зависит исход операции. Ежедневно совершать маленький подвиг способны только ответственные, стрессоустойчивые и искренне любящие свое непростое дело. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Юных звезд футбола теперь будут растить со школьной скамьи. Алтайский край уже не первый год участвует в федеральном проекте «Футбол в школе». И с нового учебного года еще 50 алтайских школ войдут в эту программу. То есть каждый ребенок, даже из не очень обеспеченной семьи, сможет бесплатно тренироваться и исполнить свою мечту. Продолжит Юлия Щепина. Этот футбольный семинар на базе 114-й школы объединил около 30 учителей алтайских школ. Алтайский край уже не первый год участвует в федеральном проекте «Футбол в школе», задача которого – привить любовь к футболу с самого детства. Сегодня основами футбольной кухни, методиками и секретами с преподавателями делился региональный методист проекта Дмитрий Дроздов. И, кстати, он же корреспондент телеканала «Толк». Российский футбольный союз ввел новую должность регионального методиста. То есть я. То есть моя задача именно по методической части – помогать учителям понимать футбол, вести эту секцию, вести уроки, вот, чтобы учителя, они тоже вникали, потому что очень часто учителя бывает, в школу приходишь, они такие, я вообще гимнаст, я вообще плавчиха, какой футбол. Так учителя начинают понимать, что футбол и уроки физической культуры – две разные вещи, но сквозь пот и слезы втягиваются, подчеркивает Дмитрий. Эти занятия, что я очень полезные, которые в декабре проходили и сейчас, дают нам какие-то новые методики, новые методы, поэтому я считаю, что это очень полезно. Многому всего научилось, самое большое открытие для меня это было, что разминку можно проводить не только, вот, как обычно все люди это проводили, а как-то в кругу, разнообразно, для детей это интересно, и с мячами разминка и так далее, что обычные упражнения мы можем под актом выявлять. Спортивный инвентарь предоставляется бесплатно. Кстати, девочкам в проекте уделяют особое внимание, ведь женский футбол в Алтайском крае сегодня в тренде. Важно, к девочке, наверное, подход определенный, да, как я уже говорил на семинаре, что здесь хотя бы просто им дать мяч потрогать в руки, и потом уже, чтобы они переносили мяч в ноги, то есть, если они с мячом поконтактируют в руках, то есть, это уже, ну, такой психологический момент, то есть, они его захотят опустить вниз, они захотят с ним что-нибудь попинать. На сегодняшний день в проекте «Футбол в школе» в Алтайском крае участвуют уже 72 школы. Были в начале декабря, и сейчас, то есть, в принципе, и Алтай, есть перспективы для футбола, тем более, именно в Барнауле, здесь очень много футбольных школ, и хорошие футболисты вообще вышли из Алтайского края очень много. Добавим, уже с нового учебного года еще 50 алтайских школ вступят в проект «Футбол в школе». Причем развивать бесплатный футбол планируют именно в малых селах и районах. Юлия Щепина, Татьяна Бондаревская. День с толком. Что ж, на этом у меня все. Смотрите нас на 23 кнопки в соцсетях. Напоминаю, что телефон нашей редакции 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем подробнее, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует.